Жадину привезли подстригаться. Жадина, тебе за сколько сказали подстригут тебя? Не знаю, только тебе расскажу. Ты это поснимаешь? Для ребят-то наших всех на канале. Снимаешь? Если не против, будут. А что будет против? Скажу, мы вам рекламу сделаем. Хотите антирекламу сделаем? Хотите антирекламу, посередите плохо. Все. Жадина. Я не жадина. Да жадина. Жадина, жадина. Ты просто во время остановиться. Ты жадина, жадина. Задина, жадина. Задина, говядина. Нет? Задина. Посмотрите на эту жаднюку. Ещё ближе. Будет она подстригаться. Вот, короче, вот там. Она когда будет выходить, заснимет. Заходите, наверное, с телефона. Они охереют, если она с телефона залетит, скажет. Я пришла подстригаться. Я сейчас всех снимаю. За 1. За 1. Вот даже не знаем, ребят, что она сейчас это все выберет. Боюсь представить, какая же она придёт. Ушла красавица и пришла панк-рокер. Я только подстригаться. За 1. За 1. За 1. Представляешь, там такой же задина растёт. За 1. За 1. Я был, брат. Я был не далеко, да. Ну всё, иди-веди. Я подремлю пока. На канал ещё видео залью. Про Адидас. Как вам, говорит, стрижка? Это что-то мус какой-то, да, уложен или что-то? Это, короче, вот обычно сушат феном. С таким узким носиком вытягивают. Это здесь я вот первый раз нам сказал, как эта насадка называется. Она такая большая, внутри как бы с такими упырышками. Это специально для вьющихся волос. Он говорит, иногда бывают универсальные эти насадки для всех фенов подходящие. Но лучше брать такой с феном. Так, давай поищем. Такой объёмчик сажу. Раз, вонс. Они встались на волосы. Необычно, да? Да. Я спрашиваю, можно ли её на прямые волосы. Она говорит, ну там будет как вот естественно такая морская волна. Говорит, когда кудрявые, они вообще как бы смотрятся хорошо. Сколько с тебя взяли? 400 рублей стрижка. Недорого. Вот потом она сказала, что у них есть безымячные краски. То есть, в принципе, говорит, у нас будет беременная краситься. Что, пойдёшь краситься? Ну, я сейчас похожу сюда. Ну, тебе понравилось в целом-то? Да, мне понравилось. Подровняла? Да, мне стригла вот столько. Охренеть. Видно? 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 Ну, она тебе сзади как бы так сделала. Вот так вот. Каскад. Да. Красивенько, красивенько. Ну, не разрешили снимать, да? Ну, да. И как бы, ну, я не стала настаивать. Ты сказала, что канал держит, да? Да, можно я как бы для канала снимала, но, конечно, что она как бы не в этом, не в форме. Ну, ты записала, как я зовут-то? Ну, у меня есть это в телефоне записка моя записывалась. А, ну и всё. Поэтому, если что, я книжу. Ну, ты покажи, ребята, приложение. Она вообще мастер-стилист получается в данном. Ну, не просто этот парикмахер, а как бы у них есть вот один парикмахер-стилист. Да, там где телефончик твоего нету, просто ихняя компания. Вот там у них, наверное, приложение есть. У нас есть сеть у них, стрижка за стрижкой, у нас несколько есть ферми. Я хожу в сеть, Маринка тоже начала сейчас ходить в сеть заседляться. У меня первый раз сходила на встречу, и мне понравилось. И как бы цена получается. Ну, ухожу, да? Ну, приятная, девушка приятная. Да. Там стрижка идёт, ребят, с сыном так пахнет. Да, даже подремала немножко. Ну, да, скажи. Сейчас я найду. Угу. То есть я через сайт записывала, стрижка, стрижки. В Перми, Чайковском, Воронеж, Санкт-Петербург. То есть много. Выше осеташки, да? Да. Вход у них получается со двора. Вот вход. Вот стрижка за стрижкой, да? Да, стрижка за стрижкой. Ну, сбоку, с торца вход. Детская поликлиника, раньше мы в неё ходили, да? Ага. Славик. Ну, Саша заценил. Да. И сказал, раз краска будет безаммиачная, можно покраситься. Ну, Вадим, это меня решило. Саша разрешил. Будет, чтобы меня кто-то и спрашивал. Ты всё равно, как тот бараш, тебе говори, не говори, ты всё равно делаешь. Ну, я ещё пока не сделаю. А, ребята, всегда по жизни, вот что-то там, это, говори, не говори, она всё равно будет делать. Вчера бельё, стирку ставила, Славкина, я говорю, давай новую постираем. Ну, вещи же всё равно, как бы, новые надо постирать ключи, чем одевать. Костюм зелёный. Костюм, давай, говорит, складывай, значит, туда грязное бельё тоже, всё, я ей, как бы, серенькое туда дал, там, зелёненькое. Берёт розовое полотенце, ложишь. Бледно-розовое полотенце. Зачем ты его туда ложишь? Я говорю, бери его оттуда. Хорошо, убрала. Ребят, перехожу, вы знаете, что? Снова положила. Нет, я его убрала, я его не стирала. Да, конечно, ты что, потом снова положила его. Ничего не положила. Да, да, да. Ну, сейчас придём, я тебе в грязном белье его положу. Да, нет, я тебя заставил убрать. Всё равно делать, ребята, вот, по-своему она тихонечко будет делать. Вы заметили, он всё бубнит и бубнит. Вы представляете, что будет, там, 60 лет, 70. Да, конечно, совсем я херов, уж честно говоришь, на руках пускаю. Просто иногда такие моменты бывают, что ты, просто, вот, я тебе сказал, как есть, то, что ты делаешь то, что ты считаешь нужным. Вот, и бесполезно тебе что-то говорить. И признаться никогда не признаешься, если что-то сделает. Как зубной щеткой. Неделя прошла, там, сколько, там, меньше недели, вот, призналась на меру. А зубную щетку мне всё ещё не купило. Представляешь, я кажусь с грязными зубами, пальцем чищу. Ты в магазин заходишь, ты почему не вспоминаешь? Нет, что, я, дома, хозяин или кошка? Ну, у кого щетки-то нет. Давай, давай, уж это определись. Выспалась? Да. Сегодня выспалась. Ты, нет? Солдат, как ты так не выспался? Как дела-то у тебя, солдат? Хорошо. Хорошо. Вчера, ребят, полная форма песка. Весь коридор начали снимать. Я из ботинков у него, там, кроссовок, достал просто килограмм, наверное, песка. Зачем столько песка-то тебе, солдат? Ну, что, кепочка понравилась? Так ребятам, другим, ребятам. Ну, короче, вчера, говорит, у него даже девочка попросила эту кепочку потаскать. То есть, всем эта кепочка понравилась. Нет, не всем, только двум. Двум? А девочка это кто? Во вторую входил или в третью? Нет, девочки не было. А ты вчера говорил, что девочка какая-то у тебя померила? Только два шутка. А? Только два шутка. Шутка? Ах ты шутник, блин. Только два мальчика померили, только два мальчика. Хорошо. Вот, сегодня у нас солнышко, ребят, как видите, я в футболочке. Маришка пузико греет, видите? Наконец-то у нас потеплело. Пришло лето, на нее долго говорят, да? На неделю точно пришло. Ну, сегодня ночью громыхало уже. Представляете, ребят, ночью? Ну, лето у нас, вот, 22 сегодня обещают, но для нас это хорошо. Пытался уснуть, но что-то вот побаливала немножечко спина и не мог уснуть. Нет, вот я до следующего четверга смотрю 24-25 будет. Лежит рядом такой хорек, сопиток, классно, такой вообще красивый. Я беру в носик его целую. То она по мне. Она говорит, ты меня разбудел. Я уснуть не могу. Я так тяжело засыпаю, я вроде спала. Я думаю, ну, блин, поцеловал, любовь свою, представляете? А она, блин, меня отдать-то я, я уснуть не могу. Я потом, наверное, полчаса ворочалась. Ну-ка, прямо спинку. Прямо. Прямо, вот. Вот сейчас прямо. Контролируй ее с ее остеохондрозом шейным, блин. Она спинку держала прямо. За кофе пришла? Мне сделали. За кофе, говорю, пришла, мне сделали. А мне? Нет. Сейчас, подождешь. Посиди с букетиком. Смотрите на красавицу нашу. Покажи стаканчик-то. Девочку, видите, сделали кофе. Саша мальчик. У меня мальчик, сейчас я, ребят, покажу. Вот у меня там стоит стаканчик. Точно такой же, короче, только мальчик. У меня с сахаром лата, а Маришки без сахара. Там в лате, в принципе, кофе нет. Сейчас он начнет многие писать, что вот она беременна, кофе пьет, нет там. Лата это вообще очень мало, и за счет сливок, как бы, кофеина как такового нет. То есть он просто, она просто растворяется. В зеленом чай, конечно, больше. Вообще в чай кофеина, ребят, больше. Тот, кто думает, что чай слабее, чем кофе, он очень сильно ошибается, ребят. У меня сейчас при беременности намного меньше кофе стало пить. Намного. В этом чае гораздо больше кофеина, чем... Ну, вообще в чаю зеленом, там, или в черном. Ну, черный чай вообще это не настоящий чай, потому что настоящий это зеленый. Это черный чай, это обожженный вообще зеленый чай. Вот так вот. И проблема в том, что у меня знакомый ездил по всем чайным плантациям, вообще по всему миру. Он сказал, что пыль вот эту, которая остается от чая, в основном только скупает Россия. И делает это пакетированный вот эти вот, ну, чай удешевленный. Многие страны тоже делают пакетированные, но там идет листовой, такой как бы крупного помола, такого всем помолота, только... Ну, мелко, но тоже время крупно. То есть, ну, это не пыль, как у нас. А у нас вот как раз в Россию идет пыль. Наши интенсивно закупаются. А нет, есть некоторые листики? Хорошие, да, производители? Видны листики прямо в пакете? Ну, есть, я не спорю, но они стоят. Здесь же вот эти пирамидки брать, там, видно, здесь. Чаще всего, да. Где прозрачные вот такие пирамидки. Знаешь, сейчас я покажу кофе, ребят. Мальчик с бородой. На меня похож, да? Какой-то сегодня публице обещал. Побреюсь. Видите, какая кудряшка. Кудряшка. Чем короче волосы, видимо, тем кудрявее. Да, она всегда такая. Я раньше заставлял ее брить вот этот волос. Не брить, а подрезать. Такая она быстро, да? Не знаю, где ее поцепить. Сзади находит, смотрите, красавица. Классный костюмчик, да, спортивный у нее? Видите, все, муж ее не любит. Может, любит эту задину. Может, любит и покупает эту задину, и все. Че там задину выбирает? Беларусь. Беларусь мы не берем. Сыр для рецепта мы не берем. Запрещали на время Беларуси? Запрещали, да, с Беларусью, получается, из-за этого. То, что добавляют всякие консерванты и тому подобное. То есть на рынок-то, наверное, утренний, наверное, вряд ли они добавляют? Правильно? С пост имени Ленина. Ага. Будем этому. Грудинина? Ну. К себе-то они вряд ли добавляют, да, наверное? Там Лукашенко быстро по жопе у нас учит. А бери такой сыр, который брали в прошлый раз. Вкусный же сыр. Вот этот, который импортный ты брала. А где он? Не, мне не надо сыр. Точно? А где который ты брала до этого импортный? Не, я не вижу. Он в таких баночках вот был. Не зашел, что ли? Не знаю. И импортный не зашли огурцы? Сахарин. Натуральный, наверное, мы все. Сахарин, не сахар добавлен. Мне не нравится. Сзади на. Больше не от огурцы. Вот огурцы стоят. Сзади на не смотрят огурцы. Сзади на только все ругаются. Поцеловал в мостик ночью. Да столько питью лет хочет. Нормально, кто-то хороший. Черт, это уже все. Мария Николаевна? Да. Наконец-то лето, да? Да. Дерьми настало, да? Да. Да. Славка, военный, красивый, здоровенный. На медведь я еще пополз. Все на тебе неудобно, куда-то руками держаться. Большой, железный, да? Да. Вот так он железный. По жопе Мишку, да? Поглади. Все по носу гладят, ты по жопе? Да. Там, где, говорит, говно, там деньги, да? Да. Ну ладно. Вон нос ему надо погладить. Нос. Лапу можешь погладить. Повыси. Давай, сначала валим в лес, а потом в лес. Погладил? Видишь, какая лапа там у него блестит вся? Ну, мы пойдем на обратную дорогу. Все, пойдем? Погладил? Хотел сюда. Все, давай, маме, вон, ручку иди, давай. Теплище для Перми. Сколько градусов? Два и двадцать четыре. О, жара, да? Смотри, папа, там картинка. Ага, ну да, про медведя Мишку этого написано. Ребят, посмотрите на это ощутимое лицо. О, слава. Привет. Какой он нам сейчас истерику закатил? Вы даже не представляете, ребят. Мы час стояли. Да, мы час стояли, я читал, из чего состоит мороженое. Потому что мороженого настоящего, к сожалению, вообще практически нет. Единственное, вот это мороженое, женщина мне подсказала, мы нашли там последнее. Где не содержится там химия, ешек. Причем они монокислоты, это все ешки. Вот, все, вот зеленое. Да. В нем ничего, по крайней мере, такого нету. В остальных там вообще жопа. Причем ешки начали маскировать под названия такие заумные. Приходится читать это название, и там, кажется, это е. Которые даже не усваиваются организмом, ребят. Какое? Какое-то там не кокосовое дерево, а какое оно там? Какое-то... Гуаровое что-нибудь? Да, какой-то там, это, стаканчик какой-то или что-то там. Ну, в общем, оно не усваивается организмом человека и выходит, естественно, путем. То есть, его съел и просрался. Никакой пользы... Я не посыпать придает. Вот и все. Нравится, Слава? Видите, папа везет все. А мотоциклист идет, мороженое кавает. Ну-ка. Че делаешь? Чищу. Резинки на окнах. Не резинки, тут бах. Когда ройдет, это... Вот что. Не люблю, когда грязно. Залез нечаянно. Увидел. Да, естественно. Тут вообще просто жопа. Жопская. Из-за этого стекла целепаются. Слава, ты чем занимаешься? Я говорю. Он играет в этот, свой любимый, Роблок, да? У него там целая война идет, смотрите. Это уже... С одного окна вам покажи сколько. Да я уж покажу. Хотя машина чистая, снаружи. Мы на мойке были вчера, по-моему, или позавчера. А вот в этих щелях, где идут окна между окнами, дверьми, вот эти вот, резинки такие вот эти все, там просто пипец. Из-за этого стекла царапаются сильно. Чтобы они не царапались, я беру сейчас и чищу. И чищу. Вот это да. Пять минут было взяться, классно. Офигеть. Ребята, вот утром вышел, вот так вот сидит на этом месте. Ее гоняя, она круг где ходит возле машины и снова прилетает на это место, садится. Еще и ругается что-то. Что надо так? О, что тебе надо? Возле колеса садится и все сидит. Среди машины стерилизация с утра. Видите? Все, вот на этом месте садится. Чего надо? Непонятно. Ну, что, нельзя-то сработало, блин, еще с жухом. Поднимал нас. Деревья попадали. Вот такой вот, на вчера дождик прошел. Деревья попадали, прежде. Офигеть, вот так вот все повалило. Такой дождик прошел вчера. Мини-ураганчик. Всем привет. Саша молчит, я его телефон опять чуть не уронила. Вернее, уронила на себя. Ну, он упал на мягкое, ничего с ним не случилось. У нас второй день дождь идет. Вот, потопы, видите-ки. Вот, покажи-ка. У нас ливневки не справляются вчера. У нас нет ливневок, ребят, давайте честно. У нас в Перми нет ливневок. И все, которые новые дороги переделывали, ливневки, которые были старые, их закапывали. И теперь город пожинает вот такие плоды. Сверху можно посмотреть, как сильно идет дождь. Постояла теплая погода у нас столько, два с половиной дня. Вчера после урагана, такого сильного дождя, погода испортилась. Да. Сегодня мы опять уже в курточки залезли. И то прокладываем, и курточка в улице. Сейчас машина... Сегодня утром ехали было 12 градусов, но сейчас вот максимум, наверное, 14. То есть, летом у нас постояло совсем чуть-чуть. Ну, ребят, с каждым годом, с каждым годом все хуже и хуже становится. Погода кайта вот. Вообще. Ждем тепла, ждем лето. Ну да, у нас еще есть как бы недельки-две-три, нам надо отдохнуть и новую скачку, или там где потом поедем, чтобы жара была, я думаю, что сама будет. Надеемся на это. Но не будет, мы будем с бассейном искать этот, где отдыхать, да? Чтобы покупаться. Вот такая, ребят, у нас второй день погода. Вчера был ураган, а сегодня у нас ливневки не справляются, хотя их нет, отсутствие ливневок. Это у нас показатели нашего пермского правительства. В чем прикол, так это в том, что новые дороги делают, ливневки за старые закапывают. Охренеть. И как мы побежим туда? Может, не поедем туда? Не пойдем? Нам все надо все домой, Вера, да? Нет, нам надо денежку отдать. Так я понял, что я побегу в такую погоду, в дальнейшем. Ну, пробежишься. Давайте я оставлю там на парковке. Я тогда, да, в машине останусь. Жжо, посмотри, вот с левой стороны, посмотри, море какое. Море волнуется раз. Вообще, все бежит. У меня даже подташнивает. Никуда не убегает. Ну, давай, я тебя пропускаю. Давай, 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 езжай, езжай. Ну, вообще, смотри, что, газолем. Как колесо. Вон, смотри, вон, покажи, покажи. Да. Вон, 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 вон. Тут положи. Во. Пипец просто. Топит. Пермя топит. Полчаса назад дождик, ребят, прошел. Вот мы едем по улице Ленина. Самая центральная улица у нас города. Видно, солнышко у нас вышло. Солнышко вышло. Ну, вот полчаса уже нету. А все течет. Вот так вот, ребят. Смотрите? Полчаса прошло, а все течет. Где ливневки? Нет ливневок. Извините, я одно счастье. Кораблики попускать. Вместо велосипедов сейчас, да? Кораблики плавают. Да, 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 да. Раньше тоже пускали. Вот. Отсутствие ливневок, кому радует. Детки. Ребят, кстати, это что за эту ягоду? Да? Черешня краснодарская. Вон внизу я тебе принесла. Смотрите, вот такая пачка. Вот, смотри, как купила, получается, в этом. Семья. Поверни ее так ровно. Еще, 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 еще. Крути, 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 крути. Видите, да? Ровно. Охренеть, ровно. Что за черешня такая? Не химия, кто-то разбирается, ребят, в этой черешне-то. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова